Точно график можно создать чуть-чуть по-другому. Мы создадим специальный объект фигура, и на эту фигуру добавим оси и сам график. Как это делается? Используется метод pullout.figure. Дальше у этого объекта, который мы создали и называли fig, мы вызываем метод addAxis, то есть добавляем оси. Оси у нас будут начинаться в точке 0,1, 0,1. Это относительное положение на всей картинке. На всей картинке, которую мы строим. В точке 0,1, 0,1 у нас получается будет начало координат 0,8. 0,8 это ширина и высота тоже относительно всей картинки. То есть 80% по ширине наш график будет занимать и 80% по высоте. Нам также надо оставить место для подписей и заголовка. Дальше мы вызываем функцию plot у этого объекта, оси. Точно так же, как в предыдущем случае, это функция plot, которая передается в параметры массивы значений и параметр стиль построения графика. Указываем значения подписей, setXLabel, setYLabel и заголовок setTitle. Вызываем это все, получаем точно такой же график, как и в предыдущем случае. Дальше, используя такой подход, мы построим сразу же два графика на одной картинке. Мы создадим фигуру подобным образом и создадим два набора осей. Одна первая ось это будет большая, главная ось, как и в предыдущем случае. И у нас будет еще дополнительная маленькая ось, внутренний график, который будет начинаться в положении 0,2. То есть мы отступаем 20% от левого края, 50% от нижней границы отступаем, то есть начиная с середины графика у нас будет внутренне рисоваться. И ширина графика будет 0,4, 0,3. Дальше рисуем, указываем параметры первого графика, то есть набор точек, XY, подпись по X, подпись по Y, заголовок. И указываем параметры внутреннего графика. Здесь давайте переставим параметры Y и X, то есть график будет перевернутый у нас тогда. И будем рисовать линию зеленым цветом, а не красным. Для этого букву G вместо буквы R указываем. И если мы запустим это, то у нас построятся вот такие два графика на одной картинке. Мы можем построить два графика раздельные. Для этого можно использовать функцию SUPPLOTS и указывать, сколько у нас будет строчек и сколько столбцов у нас будет. И дальше мы можем просто в цикле, ну например, в цикле указывать параметры каждого из графиков. Например, если бы у нас были массивы массивов, например, там списки из массивов, то можно было бы здесь разные графики рисовать. Ну, для примера давайте для простоты построим два одинаковых графика. На первом графике у нас будет отображаться множество точек XY и на втором тоже множество точек XY. Мы используем в конце функцию TIGHTLAYOUT для того, чтобы эти графики расположить так, чтобы никакие элементы у них не пересекались. Библиотека MatPotlib сама догадается, как их так расположить рядом, чтобы ничего не пересекалось. Ну и в конце укажем, как можно настраивать размеры графиков. Мы можем указать размер фигуры через FixSize. Размеры измеряются тут в дюймах. Если мы запустим такой фрагмент, то получим вот такой вот вытянутый график. Можем несколько графиков на одном изобразить и сделать дополнительную легенду к этому графику. Это делается с помощью указания поля Label при вызове функции Plot. И дальше можно указать, где эта легенда размещается. Log равно 2 означает, что мы размещаем ее в верхнем левом углу. Помимо графиков таких вот линейных, мы можем строить другие типы графиков. Простейший в случае это гистограмма. Для построения гистограммы мы подключим из библиотеки NumPy. Будем использовать функцию random. Дом сгенерим 100 тысяч случайных чисел. И дальше построим два графика. Для этого вызываем функцию supports. Одна строчка, два столбца. Указываем размеры фигуры 12,4 дюйма. Дальше строим первый график. Указывая у осей, вызывая функцию histogram вместо функции plot. И указываем параметры этого графика. То есть указываем заголовок. И указываем минимальное и максимальное значение по осям. По оси x. Аналогично строим второй график. Второй график является такой кумулятивной гистограммой. Для этого можно просто указать явно параметр cumulative. И дальше указывается параметр bins. Это количество вот этих вот вертикальных столбцов в этом графике. Если мы это все запустим, то вот оно таким образом строится. Есть еще огромное количество разных типов графиков. Графики можно настраивать по-разному. Достаточно забавный пример это использование, построение графиков в стиле XKCD комиксов. Там небольшие настройки для функции matplotlib позволяют строить вот такие вот забавные графики.